Рассмотрим сегодня, как работает аналитика в YouTube. Без каких-либо секретов, просто практика. Где это смотреть и какая кнопка про что. Покажу на своем личном канале, на нем ничего не происходит, надеюсь пока. Аналитика немного скудная, но нам и не нужно наполнение. Еще раз, сегодня чисто о том, что где посмотреть. Значит, саму аналитику можно посмотреть в творческой студии. Вот тут аналитика. И на первую страницу вынесено количество просмотров, время просмотров и количество подписчиков. Этими показателями по большей части все и ограничиваются, а зря. Сейчас покажу, куда еще стоит заглянуть. Тут выбор периода, за который вы смотрите аналитику. Классика, то же самое, что и в Google Analytics. Можно выбирать предустановленные и произвольные периоды. Значит, все, что мы сейчас смотрим, мы смотрим во вкладке обзор. А тут еще есть вкладка контент. Тоже скудная. Если у вас канал живой, тут будет больше показателей. И в аудитории больше. Тут, кстати, есть очень крутая штука, но только ее здесь нет. Потому что недостаточно показателей. Ладно, перейду на канал теплицы. Очень крутая штука, новые вернувшиеся. Разработчики так и пишут. Видео, благодаря которым растет ваша аудитория. Можно нажать подробнее. Про кнопку подробнее мы еще поговорим. Это новые зрители, которые вернулись на канал в течение семи дней после просмотра какого-то ролика. Ну, то есть ролик им понравился, и они решили посмотреть еще какое-то видео с вашего канала. Давайте увеличим период. Вот. Призер года — VPN-генератор. 245 человек, посмотрев этот ролик, вернулись на канал. А значит, с большой долей вероятности стали подписчиками. А меньше всего — ну да, кандинский. Ролик им не понравился, они больше на канал не возвращались, а значит и канал им также не понравился с большой долей вероятности. Вывод — не снимайте ролики, после которых никто не возвращается на канал, а снимайте ролики, после которых все возвращаются на канал. Причем тут есть абсолютные значения, и сортирует он как раз по ним, и относительные значения, и на это тоже стоит обращать внимание. Вот тут самый высокий процент вернувшихся, но не в абсолютных значениях, просто потому что зрителей было мало. Так, однако продолжим. Поисковые запросы, на мой взгляд, не проработанная вкладка, тем более что ориентируется она на англоязычную аудиторию. Но они, похоже, сейчас работают над этим, и, может быть, со временем в ней появится смысл. Так, с этим разобрались. Дальше. Значит, здесь везде есть кнопки подробнее. Все они вас перекидывают на самом деле в одно место, просто на разные вкладки. И место это называется расширенный режим. Здесь разные вкладки расширенного режима и показатели в виде диаграмм. Можно выбрать один или несколько показателей в рамках одной вкладки. Расширенный режим важен, во-первых, потому что тут есть вот такой плюсик — добавить показатель. И тут гора всего, что вы можете посмотреть. В том числе, те показатели, которые YouTube собирает, но посмотреть их больше нигде нельзя. Например, отметки нравится. По-моему, больше их нигде нет. Вот количество отметок нравится за последний год с разбивкой по роликам. А так показатель можно удалить. И вторая важная фича расширенного режима — возможность сравнить периоды. Вот так мы сравниваем год к году, то есть с 6 по 6 декабря 23 и 22 соответственно. А так можно сравнивать произвольные периоды. То есть выбираете какой-то период здесь, и какой-то период здесь. Не обязательно, кстати, чтобы они были равны по количеству дней. Можно сравнивать и несоразмерные периоды. Но можно и соразмерные. Ну и смотреть в режиме сравнения можно соответственно разные показатели. Ну и все. Нужно еще сказать, что кроме аналитики по каналу, Можно еще смотреть аналитику по каждому конкретному ролику, переходя к ней, например, вот отсюда. Вообще делать на YouTube видео о том, как работать в YouTube, вроде бы глупо. Особенно если рассказывать про азы, хотя нам вроде нет ничего, кроме азов. Но я посмотрю за реакцией, которая выражается в лайках и комментариях, и может сделаю еще несколько уроков. Посмотрим. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо, и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и теплица социальных технологий.